Пожарная служба 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 источники передвижные электроэнергии со сторонних организаций на том этапе мы не остановили не работу больницы не остановили не работу не хлеба завода все работало в нормальном режиме поэтому пользуясь случаем хотелось бы напомнить что надо смотреть телепередачи слушать радио обо всех погодных условиях ухудшения мы всегда передаем нельзя не машину ставить под деревом нельзя машину ставить под щитом нельзя в грозу разговаривать по телефону сотовому да этот случай как бы два процента что тебе молния попадет он есть лучше его положить где-то не быть нельзя под самым высоким деревом стоять нельзя бежать лучше или лечь на землю чувствуете стихию или где-то присесть или лучше зайти в дом укрыться надо закрыть окна в доме надо выключить электроприбору нельзя находиться у костра потому что сухой воздух электропроводность дым более плотная он притягивает электроэнергию то есть вероятность того что молния ударит в то место анатолий владимирович вот мы плавно подошли к вопросам профилактики так вот расскажите нам пожалуйста в целом как проводится эта работа в гомельской области частности с разными категориями граждан с детьми с взрослыми может быть какие-то новые методы сейчас применяете мчс тоже не стоит на месте есть интерактивной разработки есть вот у нас android приложение 911 помощь рядом как бы это каждый себе его можно загрузить там функции море да это бесплатное приложение но сейчас тестирование проходит как бы там в принципе можно получить ответ на любой вопрос что делать случае любой чрезвычайной ситуации вот укуса там змеи осы собаки ну буквально все там колесо у тебя пробито или что-то с машины случилось кому позвонить а погодные какие сводки там тоже можно все есть там все есть случае у грозы сильного ветра все туда будет приходить разные формы методы пропаганды используем это и но вот единственно верно кто в республике проводит международный слет это тоже 13 в гомеле прошел где присутствовало 15 стран участниц то есть мы от маленьких детсадерских детей доходим до школы доводим и грубо говоря вот и далее уже переходим к выступлению трудовых коллективов день наряду с тем что занимаются ими инженера по т.б. мы приходим туда и рассказываем как не делать благодаря только вот этой работе ну как бы мы и выходим на те цифры которые сегодня у нас есть на фоне других областей а такая работа везде проводится в каждой области по снижению количества пожаров гибели людей на них мы находимся на втором месте нас минск только опережает поэтому достаточно есть чему стремиться еще мы стремиться что же этого мы вам и пожелаем а чтобы все ваши начинания были успешны чтобы все цели были достигнуты что все таки уголь нищина добралась до почетного первого места спасибо вам большое за интервью спасибо вам аня и спасибо всем субъектам профилактики органам власти за то что помогаете нам в нашем нелегком деле и хотелось бы сказать спасибо всем нашим работникам наших органов и подразделения по чрезвычайным ситуациям за их нелегкий труд нашей работе может быть человек только работать преданно своему делу и я горжусь что мне довелось возглавить и возглавлять наше областное управление органы подразделения по чрезвычайным ситуациям с праздником вас